Не успели построить, как уже разворовали. Дом жителей Сынуринска Клары Фейзулиной, пострадавшей от паводка весной 2015 года, еще не сдали в эксплуатацию, но он уже пострадал от грабителей. Причем женщина даже не может написать заявление в полицию. Мать пятерых детей ходит по чиновникам и просит принять меры. Подробности в нашем первом сюжете. В свой новый дом Клара Фейзулина может попасть только через окно. Входные двери с трудом открываются даже изнутри. Косяки повело, дверные замки клинит. Осенью прошлого года пострадавшая от паводка жительница Нуринска отказалась принимать этот дом из-за множества недоделок. Ей пообещали достроить жилье весной, но до этого времени новостройка не достояла. Дом ограбили. Разбили стекла, забрали печь, вынесли все батареи и пластиковые трубы. Сейчас она в ужасе показывает, что натворили грабители. Здесь вот остался только туалет. Вот это вот они не сняли еще. Но трубы сняли здесь. Тут сняли мойку и трубы. Ее дом ограбили еще в январе. Об этом ей сообщили соседи. Она сразу заявила в полицию. Оперативники, приехавшие на место ЧП, сняли отпечатки пальцев, кражу зарегистрировали и пообещали искать воров. Но с тех пор тишина. Заявление от женщины полицейские не приняли. Говорят, раз акт приемки у подрядчиков не подписала, значит, пока права на жилье не имеет. Потом после этого ко мне приехали застройщики, кто строил. Привезли документы и говорят, подпишите документы, что вы к нам претензий не имеете. Вот. Но я не стала ничего подписывать, потому что дома много недоделок. Я сказала, подписывать я ничего не буду, так как много недоделок. Они сказали, мы по весне вам доделаем. А как можно жить здесь зимой? Вот. На что они мне ответили, что они вообще тогда доделывать ничего не будут. Тот, кто им, значит, подписал, они будут делать, а этот дом, как вот он есть, так и останется. Мать пятерых детей устала обивать пороги акиматов и полиции. По сути, ответственность за дом до приема жилья хозяевами несут застройщики. И акимат, считает она, но чиновники разводят руками. Время идет, а дом остается брошенным. Заехать в него в Азулина с детьми не может, условий никаких. Вот. Видите, какую они мне дверь? Заходите и живите. Сейчас она подала заявление в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Там заявление приняли и назначили проверку. Теперь Клара ждет ответа от них. После наводнения мне гараж весь ограбили, ничего не нашли. Ни вещей, ничего не осталось. Теперь грабят мой дом, да, я еще в него не уселилась. Я там живу на съемных квартирах с детьми, скитаюсь. Здесь вообще беспредел. Я не знаю, куда обращаться, я не знаю, куда идти. Я вчера была в прокуратуре, я сказала, я пойду в Астану. Мне говорят, сейчас кризис, я понимаю кризис, я на работе зарабатываю копейки. Если я простой человек, значит, мне ничего не надо строить. Если чиновникам, им хорошие дома построили. Если мы простые люди, живите как хотите. Рядом с домом Клары Фазулиной востройка Ирины Копель. Хозяева решили не спорить с подрядчиками и приняли у них жилье. Зима в новом доме стала испытанием. Стены от сырости покрылись плесенью, потолки протекают. От холода женщина-инвалид не перестает болеть. С дверей дует, с окон дует, отовсюду дует. Они поставили тройные, а толку никакого нет. Полок вот весь, как попало, постеленный. Ну что это такое? Колдобины, вот колдобины. Вон, везде колдобины. Вот идешь, у меня ноги больные, и наступаешь больно. Дом Ирины Копель строила та же фирма, что и дом Фазулиных. Строители темиртаусской компании «Бирюса» обещают позже дома доделать, но известно, что на эти работы денег у них уже нет. С подобной проблемой столкнулись многие жители Нуринска и поселка Габидена Мустафина. Теперь пережившие наводнения люди с нетерпением ждут лето, чтобы хоть как-то поправить новые дома. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Иванюк, 5 канал.